Феррари, Мазерати, Ламборгини. Когда вы думаете о дорогих спортивных машинах, то на ум приходят эти названия. Я вот подумал, а что насчет Перседеса и АМГ-GT? Может ли она с ними сравниться? К счастью, я получил имейл пару недель назад о парне здесь, в Филадельфии, у которого такая есть, и он спросил, хочешь покататься на моем АМГ-GT? Да, сэр. Да, хочу. И я водил эту машину последние полтора часа по отличным проселочным дорогам и быстро пришел к выводу. Эта машина преступно недооценена, и если вы подыскиваете себе такую, то обязательно кликните по ссылке снизу, чтобы перейти на автору. А сейчас я собираюсь показать вам, что именно я имею в виду. Одна из причин, по которой я считаю, люди не ценят по достоинству эту машину, это потому что они считают, что Мерседес делают скучные старые седаны для скучных стариков, но это не совсем так с АМГ-GT-S. У этой машины под капотом битурбированный 4-литровый V8, который выдает 500 лошадиных сил, совмещенный 7-ступенчатой АКПП, и в результате разгон с нуля до сотни за приблизительно 3,3 секунды. Это уже не совсем скучный старый седан для скучных стариков. И вы думаете, мы уже это проходили с Мерседесом, с SL65 AMG, они просто воткнули огромный двигатель в машину, которая у них была, и в ней нет баланса, вся машина один двигатель. Но с АМГ-GT не так, это настоящая спортивная машина. И далее я покажу вам, что я имею в виду. Мы начнем спереди, где у АМГ-GT находятся тормоза. Много тормозов. 390 миллиметров тормозов. Это как колесо от Аккуры Ледженд, только тормоз. Есть также и другие штрихи спортивной машины снаружи, как это огромное антикрыло, и эти здоровые концевики выхлопа, и это агрессивное заниженное исполнение переда. И вы, наверное, думаете, хорошо, она круто выглядит снаружи, и у нее большой двигатель, но разве это не стариковский Мерседес внутри? Не совсем. Вы заметите, например, ультра-жесткие Порше, подобные спортивные ковши с тесной боковой поддержкой. Руль не какой-то там ультра-скучный кожаный мерседесовский руль, а дело на алькантары со строчкой. Плоский снизу. И ультра-тугие лепестки переключения. В отличие от типичного Мерседеса, это разнообразие кнопок в центре не управляет массажерами и вентилируемыми сидениями. Вместо этого тут селектор режима езды, на котором вы можете выбрать гоночный режим. Вы можете отключить трекшн-контроль. Вы можете поднастроить подвеску. Вы можете перевести машину в ручной режим. И моя любимая. Вы можете включить выхлоп. Выхлоп. Какой выхлоп? Вы, вероятно, удивились. Да-да, тот самый выхлоп. Вот так он звучит просто на холостых. А вот так он звучит не на холостых. Ребята, есть всего несколько Porsche 911 во всем мире, которые так звучат. И у них у всех свапнуты движки на Chevrolet Small Block. А сейчас вы, наверное, волнуетесь. Я нахваливал спортивность этой машины последнюю пару минут. И вы думаете, получается, они оставили неудел всю люксовость и детали интерьера, которые делают Мерседес с Мерседесом? Не совсем. У нее есть и все эти вещи тоже. Здесь есть, например, эта камера заднего вида с необычно высоким разрешением. Здесь есть безумно хорошая акустическая система Burmester. Здесь есть навигационная система, с которой прикольно поиграться. А еще здесь есть остальные дежурные блюда, как двухзонный климат-контроль, высококачественная кожа на практически каждой поверхности с крутой акцентирующей строчкой, очень полезный огромный экран в приборной панели и даже светильник для зеркал в козырьках. И вы думаете, ну, двигатель они сделали правильно, внешний вид сделали правильно, некоторые штуки в салоне сделали правильно, но это же Мерседес. Насколько хорошо он может ехать? Ну, это самая лучшая часть. Планируешь покупку AMG GT? Заходи на Автору, там есть дофига выгодных предложений по продаже. Вау! Блин, эта тачка абсолютно дико быстрая. Дико! Это правда невероятное ускорение. Я на самом деле удивился, когда втопил, что у этой машины всего 500 лошадиных сил, особенно зная, что это достаточно тяжелая машина, она весит около 1600 килограмм. Но они проделали потрясающую работу, чтобы раскрыть максимум этой мощности, и, как обычно, трансмиссия с двойным сцеплением в этой машине просто изумительна. Да, я бы предпочел механику, но я вожу эту машину пару часов в субботу, и я хочу втопить и поразиться. И я втапливаю и поражаюсь. Управляемость такая четкая, рулежка легкая, но не чересчур легкая. Не то, чтобы есть размытость, это нигде же перед машиной. Она на самом деле вполне хорошая. Вы хотите куда-то поехать, бумовый там, и она не дерганая, как, например, мой вайпер, она действительно просто хорошая, а это лучше, чем дерганая. Что еще мне нравится в этой машине? Вас особо не тыкают пальцами и не разглядывают. Некоторым это нравится, мне это нравится в некоторой степени, но приятно водить машину, которая веселая, захватывающая и поразительная, без необходимости объяснять. Это же Феррари, вот столько она стоит, вот так она выглядит, вот столько я заплатил, вот кем я работаю. Нет, мы не поменяемся на заправке. Приятно иногда просто водить. Блин, это понижение передачи. Боже, ускорение в этой машине. Крутая штука в двигателе этой машины, тяга доступна сразу. В Феррари вы должны поработать, чтобы до нее добраться. Что по-своему весело, но если вы хотите машину, в которой вы просто опускаете ногу и уезжаете, то это та самая машина, в которой вы можете опустить ногу и уехать, и вы уедете. Боже, управляемость просто изумительная. Если кто-то разобьет эту машину, то я обязательно спрошу, почему, потому что она не вертлявая, нет крена, никакой драмы, когда вы поворачиваете, это просто действительно хорошая спортивная машина. Если вы разбили эту тачку, то вы, наверное, ехали с превышением 80 километров в час. Любая машина, у которой есть эта способность, и у 911 есть эта способность, не у многих машин она есть. Любая машина, у которой есть эта способность кататься по городу, как обычный автомобиль, и при этом отжигать на проселочных дорогах и заставлять вас улыбаться, станет одной из моих любимых машин. И у этой машины есть эта способность. Блин, это замечательная дорога. Я здесь, в Эстчестере, где-то в Пенсильвании. Это просто потрясающая дорога. И эта машина с ней так хорошо справляется. Управляемость просто феноменальная. Стартую со светофора. Да! Он войдет! Это безумие! Я должен заметить, владелец этой машины сказал мне, кстати говоря, у него есть Феррари 430 и пара Мизерати, по его словам. Он считает, что это лучшая в плане вождения машина из тех, что у него есть. И я полностью понимаю, почему. Я, честно говоря, ожидал, что она будет ехать как лодка или казаться тяжелой, а она совсем не такая. Это очень-очень хорошо сделанная, недооцененная, специально сконструированная спортивная машина. Я очень-очень впечатлен на MG GT. Другими словами, MG GT соответствует всем критериям. Это превосходная настоящая спортивная машина и люксовый Мерседес одновременно. А самое главное, что ее цена вполне разумная. Цены начинаются всего лишь со 130 тысяч долларов, что хоть и безумно дорого, но вполне разумно, если сравнивать ее с конкурентами, как 911 Carrera S с хорошим набором опций или Audi R8 или Maserati или Ferrari. И поэтому, если вы смотрите на эту тачку и думаете, я не куплю Мерседес, когда могу купить Ferrari или Maserati или хороший Porsche, я просто задам вам один вопрос. Почему? Перевод и озвучка от студии Exosfera. Продолжение следует...